Девушки отдыхают Нельзя говорить неправду Согласен Хотя есть замечательная фраза Блаженная ложь помогает добру А готовы ли вы пообещать, что будете стараться предельно честно отвечать на вопросы? Конечно, конечно Я хочу предупредить вас Если по какой-то причине вы не сможете или не захотите отвечать Вы имеете право три раза отказаться отвечать на вопросы Хорошо Кроме того, прямо сейчас, пока не поздно, вы вообще можете отказаться от участия в нашей программе Вы готовы выйти к детям? Да, конечно Ну что ж, желаю вам удачного разговора Дамы и господа, сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому» Лауреат Ленинской премии Кавалер Орденов Дружбы, почета За заслуги перед Отечеством 4-й и 3-й степеней Лауреат Национальной премии имени Петра Великого Народный артист СССР Василий Семенович Лановой Прошу вас, Василий Семенович Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, ребята Здравствуйте, здравствуйте Добрый день, здравствуйте, ребята Василий Семенович, вам удобно в нашем кресле? Может быть, сделать повыше, пониже? Нет, хорошо Тогда, пожалуйста, коротко расскажите о себе У вас одна минута Время пошло Я родился на Украине Вырос в России Окончил 510-ю школу С золотой медалью, между прочим Учился в МГУ Учился в театральном институте имени Щукина При театре Вахтангова Студентом первого курса Начал играть на сцене театра Вахтангова С 1953 года, то есть 55 лет Снимаюсь в кино Около 60 ролей У меня в кинематографе И около 50 в театре Вахтангова Профессор Преподаю Заведую кафедрой художественного условия Театральном институте имени Щукина При театре Вахтангова Все Спасибо, Василий Семенович Вы уложились в одну минуту Готовьтесь к нелегким детским вопросам Итак, кто первый задаст вопрос нашему герою? Говорят, вы человек с голубой кровью Это правда? Какой? Какой? С голубой кровью Я пас коров У меня отец и мать Крестьяне Занимались тоже Схотоводством от голода Умежали с Украины в Москву Тогда, когда был жуткий голод Голубой крови как-то Я ни у кого из моих Не видел, не чувствовал Спасибо Здравствуйте, Василий Семенович Меня зовут Жанна Я из Москвы Я хочу вам задать такой вопрос Вот вы знаете про схожение своей фамилии и что означает это? Да А можете рассказать? Рассказать? Да Есть такое стихотворение у Тараса Григорьевича Шевченко Щоб ланы широкополы и Днепро и кручи Было видно, было чути, як рыве рывучий Ланы – это поля, это участки А люди, бригадиры, которые на них работали или руководили Называются ланови То есть лановы и ланковы Которые смотрят за работающими в ланах на полях людьми Вот и все Спасибо большое Следующий вопрос справа, Василий Семенович Здравствуйте Слава – это когда вас знают люди, которых вы не желаете знать Вам это не надоело? Моя дорогая Ну, моя дорогая Вы знаете, это Что у Пушкина есть такой ответ? Что слава? Легкая заплата на ветхом рубище певца Нам нужно злато, злато, злато Копите злато до конца Это пушкинская реплика, издевательская немножко над понятием слава У меня были удивительные вещи Первый мой фильм «Аттестат зрелости» вышел, когда мне было 18,5 лет Я был школьник, у меня только что кончил 10 класс И слава этой картины вспыхнула необычайно Она брушилась на этот фильм, естественно, под зонтом этой славы оказался и молодой актер Вася Лановой Не актер, а школьник И как-то я начал по-другому оценивать мир Мне казалось, что, батюшки, как же я до сих пор не знал, что я такое из себя представляю Вот это удивительно И потом учитель мой, Сергей Львович Штейн, позвал меня после бури По стране шла слава, о картине, в том числе, обо мне И он позвал меня к себе домой и сказал «Вась, а я думал, ты умнее, а я думал, ты, ей-богу, умнее, ты оказался таким дураком» Я говорю, почему? Ты что, к этому всерьез относишься? Ты это всерьез думаешь, что ты такой, как они думают о тебе? Это же случай, это чудо, сегодня есть, завтра нет И меня как-то это отрезвило И потом я снимался 54 года после этого Никогда к этой болезни я больше не возвращался Я всегда к этому относился иронически Ну а вам не надоело слава? Вы знаете, это как к этому относиться Если ее ждать на каждом сагу Что я вижу иногда с эстрадниками Только что спела какая-то звездочка песню свою И вдруг о ней пошел шум, слава, все И она выходит, и я чувствую, как она ждет, чтобы ее узнали Чтобы ее, чтобы ее, вы знаете, это все сиюминутные болячки И не думать о себе, что ты звездун или звезда Тогда все в порядке будет Спасибо Спасибо В эфире «100 вопросов взрослому» Сегодня у нас в гостях народный артист СССР Василий Семенович Лановой Продолжаем разговор, следующий вопрос, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Олеся, я из Орла Вы всю войну не видели своих родителей И вы помните, как вы встретились с ними после войны? Ну, так в двух словах Мама отправила нас, это меня и двух сестер моих Нам было, значит, 4, 7, мне 7 и 10 лет старшей сестре Мы поехали на Украину к дедушке Через две недели должна была приехать мама, побыть с нами И потом снова вместе с нами уехать в Москву Мы приехали туда, на эту станцию Абамеликова 22 июня в 4 часа утра Было уже светло И над нами, над станцией Абамеликова Летели самолеты бомбить Одессу Так для нас началась война Через дней 10 у нас уже были немцы Вернее, румыны первые пришли Потом немцы Мама не приехала ни через месяц Ни через год, ни через два, ни через три Мы ничего не знали, что с родителями они в Москве остались И это продолжалось 3,5 года Дед дал мне лошадь и сказал Будешь ездить на сейку были И будешь посты колхозных хоров 10 апреля 1944 года Была взята Одесса А где-то через три недели Мама услышала о том, что Одесса освобождена Это рядышком И она поехала к нам, будучи инвалидом первой группы Она ходить почти не умела Но ее солдаты из вагона в вагон При пересадках носили на руках буквально И потом она на Абамеликова И ее сняли солдаты с поезда стоварного И я гонял Гороб Тив, Воробьев Потому что дед посадил Лен И оставил меня внизу там на Дулыне Гонять Воробьев И вдруг мне сверху кричат Василь, мамка приехала Не бреши А это уже 1944 год Мне уже 10 лет По воинским временам Уже взрослый человек И он говорит Ей, Богу, преси Ей, Богу, мамка приехала Я бросил Воробьев Побежал, значит Через всю долину до горы Увижу уже пол села собралось Узнали раньше меня Я, Бог, знал одну сестру Вторую сестру И потом вижу два вала Тягнуть такую велику, высокую арбу А на арбе сидит Яка ж черная жинка Черные, черные волосы Худая Совершенно худая Я пробежал мимо арбы Я ее не узнал И дед метро Який гнав в олив Сказал Василь, куда побег Это же мамка твоя Приехала И так взял меня И забросил туда К ней Наверх И она так В меня вцепилась Вот это была Минута встречи Мамы После трех с половиной лет Если бы вам было сейчас 15 лет Чем бы вы сейчас занимались? Я думаю, что я занимался тем же Чем я занимался в свои 15 лет Потому что у меня было поразительное детство Юность Я три с половиной года пробыл в оккупации у немцев Я видел, как наши отступали Я видел трупы наших ребят В 41-м году на Украине Но я видел и счастливейшие мгновения Когда немцы, фашисты отступали И я видел, как горели у меня в селе Стрымба Кодемского района Одесской области 10 гигантских грузовиков Со снарядами фашистскими Которые отступали И партизаны их подожгли Я видел парад победы в Москве Я в ночь с автоспирона второе слышал Георгий Борисовича Левитана Который сказал Берлин пал И вся Москва высыпала на улицы Вы такого счастья Не могли испытывать Потому что это было счастье Окончание великой победы Когда люди выходили, обнимались, плакали Вот где-то близко к этому чуду праздника Подходил один день Один день, когда мы в театре Вактангова Репетировали какую-то пьесу Ну, обычно репетировали И вдруг ворвался белого цвета Директор театра к нам И задыхаясь, сказал Заикаясь Гагарин в космосе И мы всем театром высыпали на Арбат Всем театром высыпали на Арбат Мгновенно весь Арбат был переполнен Мальчишками, девчонками, взрослыми И люди стояли, плакали от счастья И потом встречали по Москве И Юрия Гагарина Я хотел бы вновь это пережить Вот эти великие ощущения Самые великие в моей жизни Они были в детстве и в юности Спасибо За спиной следующий вопрос, Василий Семенович Пожалуйста, включите синий микрофон Как вы думаете, любили ли вас студентки? Если у них хороший вкус Значит, любили Часто вы говорите жене, что она самая красивая И самая счастливая И самая любимая Вы знаете, это очень сложный вопрос Я не очень верю Когда мужчины говорят Очень часто, как они любят Как они холят Что она для него звезда У нас в актерском нашем цеху Понятно всегда Слово произнесенное есть ложь Это не должно говорить в суе, в суете Это должно говориться Редко Но очень по великим праздникам Или когда нет сил сдержаться это сказать Тогда это дорогого стоит Спасибо Так, следующий вопрос справа Вы актер Ваша жена актриса Тяжело ли вам ужиться в одной семье? Да уживаемся потихоньку Уживаемся потихоньку А, ну как? У нас два сына Мы уже около 30 лет Женаты Мы прожили жизнь Семьи ее Моих Родословных Уживаемся потихоньку А вы любите детей? А что, есть люди, которые не любят детей? Да, есть Кто сказал есть? А вот девушка у вас за спиной Ну да А у меня соседка такая, которая не любит детей Соседка? Да Так вы ей надоели? Мешали ей чем-нибудь? Или как? Наверное Ну, я не знаю В природе, я полагаю Все-таки Придумано так, что Детей Животных Прекрасную природу Реки Костры Человек не может не любить Мне кажется Это какая-то Это какая-то ненормальность для человека Так мне кажется, не знаю Во всяком случае Я детей люблю Если ответить конкретно А как вы добились того, что ваши дети не стали актерами? И добивались ли вы вообще этого? Вы знаете Мы не то, что добивались этого Но Если бы они очень хотели стать актерами Мы бы им не мешали Но они как-то прохладно относились к нашей профессии Прохладно относились к спектаклям На которые мы их водили Как-то их это не очень заражало И мы не делали уже ничего Для того, чтобы они обязательно Стали актерами Это должно прорезаться от сути человеческой Понимаете? Поэтому Когда они не проявили особенного внимания Хотя были очень красивые И Сашка, и Сережка Сашка метр девяносто один Росту Красивый Для актерства Это материал необычайный Сережка Чуть пониже, но тоже Метр там Метр восемьдесят пять Шесть Материал у них божественный Для актерства Но поскольку они не очень проявляли такое внимание Мы на этом не то что Мы старались их в этот огород не завлекать Потому что когда актер, который занимался всю жизнь Готовился к этому И он совершенно не востребован Страшнее ничего для человека этого И страшнее этой профессии нету Вуаля Василий Семенович, а чем занимаются ваши сыновья сейчас? Они замечательной профессией занимаются Один кончил университет, исторический факультет Другой экономический Одного зовут Сашка в честь Пушкина Другого Сережка в честь Есенина И каждый занимается своим делом Вот и вся недолга Опять нужно повернуться направо, Василий Семенович Спасибо Василий Семенович, а скажите, у вас есть внуки? Нету Ждем-с А вы бы хотели сами стать дедушкой? Очень Очень Я потенциально давно созрел Почему? Не знаю С возрастом приходят ценности вечные Не сиюминутные А какие-то вечные Когда уже начинаешь Плакать от вида леса От реки От вот этого, значит, гражданина От того, что От вещей каких-то вечных Спасибо Это уже высший полет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В эфире «100 вопросов взрослому». Сегодня на эти вопросы отвечает народный артист СССР Василий Семёнович Лановой. Продолжаем разговор. Скажите, пожалуйста, Василий Семёнович, а вам действительно нравилось жить в СССР? Или вы сами себя обманывали? Для меня и сегодня самые великие воспоминания в моей жизни – это жизнь в СССР. Там были очень много не самых красивых вещей, но много великих вещей, которых в сегодняшней жизни у нас и не бывает. Но я выезжал в другие страны, полмира я объездил, больше десяти дней ни в одной стране я жить не мог, мне становилось скучно. Я видел равнодушие, когда переступали через села в той же Америке. И я всегда пытался как можно быстрее вернуться к себе сюда, в СССР, к себе на Украину или в Москву. Спасибо большое. Следующий вопрос слева, Василий Семёнович. Вот молодой человек опять о чём-то хочет вас спросить. Прошу вас. Слушаю внимательно. Здрасте. Здрасте. Пушкин писал, отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицына увидел и примирён с отечеством своим. А знаешь, откуда это? Княгиня Голицына. Хочешь прочту? Да. Хочешь? Да. Краёв чужих, неопытный любитель и своего всегдашний обвинитель, я говорил в отечестве моём, где гордый ум, где гений мы найдём, где гражданин с душой благородной, возвышенной и пламенно свободной, где женщина не с хладною красой, но с пламенной, пленительной, живой, где разговор найдём. Он был непринуждённый, восхищённый, с кем можно быть нехладным, не пустым. Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирён с отечеством моим. Вот откуда. Так всё-таки вопрос. Да. Что вы не приемлете в отечестве и что вас с ним примиряет? Во-первых, я не то что не приемлю в отечестве, а я хотел бы, чтобы некоторых вещей в моём отечестве не было. Например, каких? Например, я хотел бы, чтобы у нас люди лучше жили не только в Москве, не только в Петербурге, но и в сёлах. Потому что я-то ещё помню, какие богатейшие сёла были. И как это мгновенно сменилось, главные стали деньги, 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 деньги. Пятилетний мальчик уже говорил, хочу быть миллионером, когда появились ценности, несвойственные русской натуре. Когда почти законно стал внедряться эгоизм, и уже становимся равнодушными, и уже не замечаем ближнего умирающего. Это страшно. И так далее. Пожалуйста, красный микрофон. У меня такой вопрос. Вы видели Анну Карену и Сергея Соловьёва? Не видел. Ужасно хочу посмотреть и боюсь. Меня не было в стране, когда была премьера, а телевизионный вариант мне не хотелось смотреть. Я знаю только, что я видел американскую картину Анны Каренина. И не только Анна Каренина, но и войну и мир американскую видел. И, так сказать, вполне имея определенные мнения насчёт этих картин. А какое? Каждый дядя должен заниматься своим огородом. Мы должны, русские, всё-таки заниматься своей классикой, а они пусть занимаются своей классикой. Тогда и они будут получать удовольствие от нашей, когда мы её делаем. И мы от их, когда они её делают. Убеждён в этом. Вы часто прощали своих врагов и шли с ними на примирение? Интересный вопрос очень. Вы знаете, этот вопрос... Нельзя на него прямо ответить. Смотря за что я должен был его прощать. Есть вещи, которые ни одному врагу простить нельзя. И это не будет нарушением христианской заповеди о прощении. Не будет. Есть вещи, которые нельзя прощать. А какие вещи? Я думаю, что они связаны с отношением к старости, к детям. Они связаны с укоренением цинизма, с предательством, с отношением к родине. Вот есть вещи, которые прощать нельзя, на мой взгляд. Может быть, я не прав. Но я думаю, что любой христианин на моём месте в отношении этих предательств подступил бы точно так же. Спасибо. Следующий вопрос. Когда вы научились плакать? Ну, наверное, где-нибудь, когда я ещё не мог помнить об этом. Мама рассказывала, что я жуткий крикун был. Невероятный крикун. А потом я ей говорил. Потому что я знал, что я буду актёром, и мне надо тренировать горло, голос. И поэтому я так громко кричал в детстве. Никак не помню, когда я... Но я чётко помню, что я чаще всего в жизни плакал от умиления. От красоты. От доброго поступка. От поступка прекрасного человек гораздо чаще плачет, чем от боли. Мне так кажется. Потому что боль можно претерпеть, а перед красивым поступком. Или матерью, или каким-то чудом поэтическим. То, что бывает иногда у поэтов, когда вдруг невероятные строчки. Или музыка когда-нибудь. Вот тогда самые благодатные слёзы у человека появляются. У меня вопрос такой. Как вы думаете, мужчина имеет ли право быть беззащитным? Если мужчине полтора года, то он обязательно должен быть, он должен быть беззащитным. То есть он должен получать защиту от всего мира. А если он становится побольше, то не хотелось бы видеть мужчине беззащитным. А если он становится ещё приносящим вред, то эту беззащитность, если в нём есть, надо уничтожать вместе с ним. Вы знаете, я должен вам рассказать. Недавно на Арбате у меня я был свидетелем одного совершенно беззащитного мужчины. Это очень любопытный случай. Я иду по Арбату. Прекрасная погода, солнышко. Я иду мимо театра. У меня прекрасное настроение. А навстречу мне мама катит коляску. Маленькую коляску. В коляске лежит вот такой вот человечек и смотрит на мир. А рядом с коляской идёт мужчина. Ему уже полтора года. И он держится за эту коляску. И как будто он её, так сказать, везёт. И вдруг я вижу, он увидел меня. Он смотрит в мою сторону. Отцепился от коляски и сделал так. Я думаю, батюшки, какой же я популярный. Какой же я невероятно популярный. И он идёт в мою сторону и проходит мимо меня совершенно. Абсолютно. Я поворачиваюсь и вижу, сзади меня идёт на арбате человек, который в медведя одет. На нём вот такая голова, большие лапы. И мальчик подходит к этому медведю и говорит, «Это я! Это я! Это я! Это я!» Медведь смутился, остановился и дал ему какую-то конфету. Мальчик повернулся, подошёл к маме и говорит, «Мама, это я!» Я стоял, у меня были слёзы на глазах, потому что это великое чудо детского открытия мира. Я стоял просто и ревел. И потом он подошёл к маме, и потом они пошли дальше. Я подумал, «Господи, какое же это чудо, когда мы бываем маленькими, когда мы открываем мир, когда мы ещё не знаем много злых вещей, которые в этой жизни существуют, и во что мы потом иногда некоторые обращаемся, превращаемся. Так вот, такого мужчину надо обязательно защищать». Спасибо большое. Так, ну и ещё один вопрос. В передаче вот есть такая традиция, надо показать язык. Ребята? Как Энштейн. Кстати, как показывают язык, это тоже можно характер проверять на этом. Я помню, как Юра Никулин, был замечательный такой актёр, если вы помните, вот на этом номер делал. Одни делают, показывают язык так. Показывают другим. Третьи язык. И так далее. Он показывал вариантов 100. Я хохотал и лежал, умирая от смеха. Причём это очень точно. Характер человеческий, от этого показывается точно. Пожалуйста, ещё вопросы, ребят. Всё? Давайте сделаем перерыв. Да. ПОМЕЮЩИЕ случайно. ПОМЕЮЩИЕ случайно. В эфире «100 вопросов взрослому». Сегодня у нас в гостях народный артист СССР Василий Семёнович Лановой. Василий Семёнович, к сожалению, время вопросов от участников программы подошло к концу. Теперь вы имеете право задать свой вопрос. Подумайте. Я уже придумал всё сразу. Ребята, я должен вам сказать, что я... Куда мне смотреть, не очень понимаю. А вот перед вами камера. Смотрите, да? Да. Я должен вам сказать, что я являюсь заведующим кафедром сцен речи и художественного слова в Театральном институте имени Щукина. Я преподаю, занимаюсь со студентами. И я давно уже понял одну вещь, что вот моё поколение, когда мы поступали в Театральный институт, мы больше читали русской классики. Ребята, у меня к вам вопрос. И даже не вопрос, а просьба. Нет ничего слаще в жизни для человека русского, как встречу с ценностями, которые несёт наша прошлая культура. Если вы ещё не прочитали, это не вопрос, это назидание. Будьте, сделайте себе такое великое счастье. Читайте великую русскую классику. Или, как писал Пушкин об этом, «Пируйте же, пока ещё мы тут. Увы, наш круг час от час вредеет. Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. Судьба глядит, мы в вянем дни бегут. Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему». Так вот, не теряйте время, дорогие мои ребята. Народный артист СССР Василий Семёнович Лодовой. Василий Семёнович, жду вас у входа на площадку. Спасибо. 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 Василий Семёнович, вот здесь я прошу вас ненадолго задержаться. Хотел кое о чём вас спросить. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, среди заданных вопросов, какой вопрос вам показался наиболее сложным? Или неожиданным? Если был такой вопрос. Ну вот, можно ли не любить детей? Какой-то совершенно неожиданный. Что так могут не любить детей. Мне казалось, что это невозможно. Это действительно самое неожиданное. А задавали вам сегодня вопросы, на которые вам уже надоело отвечать? Я их не заметил. Из ста вопросов взрослым вы успели ответить только на девятнадцать. Если вас ещё раз позовут в такую аудиторию, придёте? Думаю. Спасибо большое. А теперь обращаюсь к аудитории. Дамы и господа, считаете ли вы, что наш сегодняшний герой был максимально откровенен с нами? Кто считает, что да, поднимите руку. Поддержите, пожалуйста. Василий Семёнович, абсолютное большинство участников программы считает, что вы были с нами откровенны. Ребята, пожалуйста, объясните, почему вы так считаете? Кто первый хочет ответить? Да, девушка, прошу вас. Я думаю, Василий Семёнович, то, что придёт сейчас человек, который такой скучный, будет там всякого там, ну, учить нас будет чему-нибудь. А оказалось, что, ну, совершенно наоборот. Вы весёлый, позитивный, добрый и очень-очень-очень хороший человек. Мы... Спасибо вам, что вы вообще пришли. Такой уважаемый человек и показал язык аж удивило прям. Ещё несколько мнений, пожалуйста. Я считаю, что этот человек сказал правду, так как, ну, он повидал в жизни многое, и даже если он что-то там приврал или что-то такое, он это очень хорошо скрыл. Он всё так откровенно рассказал нам про войну, где он был, что он ведал, и такое ощущение было, как будто у него просто из глаз не потекли слёзы. Он говорил, с таким чувством, вот, действительно, это была правда. Лично я в это всё поверила. Спасибо вам. Мне вот родители говорят, прочитай «Войну и мир», прочитай «Войну и мир». Я как-то не особо захватывался читать, но после такого захватывающего рассказа обязательно прочитаю. Спасибо, друзья. Василий Семёнович, у нас в программе «Традиция». Последнее слово всегда за героем. Подведите, пожалуйста, итог состоявшимся разговору. Я думаю, что это очень хорошо, что такие встречи устраивают для ребят. Мне кажется, что такие встречи очень подготавливают ребят к жизни. Они должны вооружаться потихоньку для встречи с разными вариантами в этой нашей жизни. Потому что могут и другие встречи быть. И к ним надо быть подготовленными и чётко, хотя бы нутром понимать, где есть зло, а где есть добро. Если они этому научаются, вот в таких встречах, считайте, что ваша задача выполнена 100%. Большое вам спасибо. Народный артист СССР Василий Семёнович Лановой был сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому». Друзья, до встречи через неделю. Друзья, до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова